всем хайушки друзья увиделись мы недавно но встретились снова такова уж судьба всех с новым годом еще раз я буду вас поздравлять до конца наверное это этой неделе точно так в общем то у нас новая машинка но это не совсем машинка это скорее броневик я бы сказал на ворстоке это жаба это жаба название не очень но сходство есть несомненно жаба чебурек что дальше будет балалайка наверное матрешка аху по птовой цене я купить не могу потому что ну я не использовал его в ограблении в своем давайте за 2 и 4 купим окинем и его как всегда в мастерскую арена мы можем это себе позволить так вот у меня и меньше 50 лямов осталось хотя я думал больше потратиться но мы же еще не все купили там еще транспорта дохрена так в общем то давайте сейчас туда прибудем и будем чунинговать потом кататься потом проведем небольшие испытания в плане того чтобы из rpg по не по ней пострелять и так далее посмотрим вообще есть идейки некоторые как проверить этот транспорт но я не буду потому что у меня времени ребят если честно очень опаздываю поэтому как-нибудь скромненько так ну как всегда посмотрим так ладно тогда поехали не да где же наши жабы где наша вон она жаба привет вот это жаба вот это я понимаю жаба самый настоящий а чё такие фары то не привлекательные наш автопром поражает на самом деле так интерес еще иностранцы про него думают ну что ж броневик он и есть броневик такой не кургузой но для какой-нибудь там сибири аляски вполне подойдет но таких протекторах поехали тюнинговать и так я знаю что у тюнинга немало броню поставим обязательно это же броневик тормоза улучшим бампер и передний бампер хоп хэй ла-ла-лей у меня есть классный бампер хэй ла-ла-лей вот это блин засада так хорошо бампера мы поставили ничего особенного какие-то две я не знаю трубы присобачили движок усилим но она как видите по показателям она вообще медленно ей но по снегу будет наверно скользить как корова по льду глушитель вот такой есть глушитель сбоку справа и еще хрен знает где на самом деле да 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 ну такие нравятся давайте так сделаем так крылья крылья он еще и летать будет конечно нет это понятно основного цвета с особыми фарами я не знаю как сделать давайте же он у нас весь одинаковые не был сделаем хоть акценты какие-то мне кажется так неплохо будет так тросики да так я хочу вот так вот мне кажется так это лебедка и крюки конечно понятно что она бутафорская клаксу ну да наверное как-то так фары а фары только в плане этого до ксеноновые такие но неоновые наборы на него ставить было бы вообще весело раскраска давайте посмотрим что из них можно сделать камуфляж зануда а занку да тут должен быть какой-то особый камуфляж для него неплохо тридцать одна расцветка ребята вы только вдумайтесь что здесь тридцать одна мать его расцветка подарил тот армаш его читал знает так и дальше идем зелененький зелененький он был представьте себе представьте себе зелененький он был 29 30 ребят у вас некоторых расцветок может не быть вот я наверно такую пока сделаю 35000 то есть некоторые расцветки я получил в подарок за какие-то там заходы в игру и прочее поэтому у вас может этого не быть так основной цвет дополнительный цвет классический банда матовый металл золотой золотой броневик на всю страну такой один так металлик давайте как-нибудь его так что вы не сильно прям белый что ли я не я не знаю как его красить во что его красить там а дополнительный цвет это что это вот эти вот детали классический матовый я не знаю блин честное слово черный пусть черный будет что я от балды щас делаю ребят у меня голова забита не этим на самом деле черный маленький багажник ну так наверно крыши а знаете это типа такая броня я не знаю насколько она имеет смысл хоть какой-то но мне нравится то что она как-то карбоновые панели панели дополнительного цвета а ну как-то понимаете немножечко все-таки акценты придаёт какие-то хотя и не очень-то и нужно давайте сделаем всегда же можно загнать и перри перегнать это все так багажник лопаты какие-то здесь одна канистра с маслом две канистры три канистры лопата да да чё-то я не хочу ничего ставить ребята ну как-то странно смотрится на самом деле давайте хотя бы канистры поставим боковая панель давай вот так наверно там канистра здесь будет вот такая фигня трансмиссию мы увеличиваем турбонадув увеличиваем колеса почему уже колеса здесь поменять а это пулестойкий дым от покрышек но это все не надо нам стекла дачу стекла видите ну тут незначительно очень ну все тогда поехали кататься что я наделал ребят ладно новый год все можно блин джонни иди нахрен так были ночью наступила давайте фар хотя бы разглядим что что и как о как здорово смотрите блин знаете этот транспорт очень похож на маршала вот этот который с огромными колесами на либератор то есть это такой транспорте вы можете взять там на машину заехать на какую-то там забор перелезть и прочее радости жизни на самом деле все здесь можно то есть как вы видите по ходу физика точно такая же точно такую же транспорта что я сказал то есть от бигфутов ну так называемых бигфут то есть проходимость будет идеальная то есть можете что хотеть делать но ребят управление говнище давайте из салона глянем чтобы до куда я влез непонятно короче ребята управление мало того что по снегу так она еще и какое-то и без снега хреновая на самом деле сегодня в белом танце кружимся так нормально поехали короче ребят суть этого транспорта в чем первое он очень проходимый в плане там гор всяких там и вообще пробок в москве но конечно же минус в том ребята что управление хреновое откровенно несмотря на эти огромные огромные колеса управление не в звезду как говорится не в красную армию как у нас бывает выражается народ то есть это конечно да что касательно остального я бы что проверил я бы пострелял по стеклам ну хотя я не думаю что здесь есть какая-то разница стрелять по стеклам не стрелять но едет забавно очень то есть сделали не знаю что не знаю зачем и для чего но скользит весело по крайней мере первое время будет весело я думаю ничего плохого сейчас все байкера задавим хрена себе как на трамплине подскочил я куда двигаюсь ребят я двигаюсь к воде как вы поняли потому что нам нужно воду посмотреть чувак нам нужно посмотреть воду хотя я уже его показывал этот транспорт на самом деле я не знаю для чего он нужен конкретно какое он вообще применение будет иметь в gta онлайн для обычных пользователей таких как я но ну все что знаете вот как rockstar говорят все что не добавляется все хуже хотя это говорят говорится не так с точки зрения нас игроков ну ну пускай пускай будет так что же поделать давайте сейчас мы поплывем прошу прощения что у нас ночью происходит все это дело потому что так сложилось попишешь что но мы сейчас поплаваем немножечко с вами поплаваем будься здорово можно можно на яхту сплавать плавает он тоже так себе знаете поворачивает довольно плохо но плывет как надо плывет нормально нормально да очень даже нормально вообще вещь то вроде забавные ребят ничего не хочу сказать ну вот непонятно вот зачем она все это было для каких таких целей не интересно понимать но интересная штука то есть добавить какую-то обычную машину она не интересно а вот добавить вот такую хрень вот это да это будет весело так ну что перейдем к испытаниям давайте куда нибудь на свет встанем лестер шел бы ты куда-нибудь в 40 я не знаю я понимаю что я к маскам приехал мне не нужны маски ты хорошо давайте вылезем вылазит а дверь закрыть не надо давай головой хоть закроем так в общем-то тачка очень высокая по колесам стрелять это бред собачий давайте я возьму автомат у меня есть фонарь и мы сделаем кое-какие дырочки здесь все сейчас стекло начнут разрушаться так вот поехали то стекло такое же как в инсургенте никакой разницы нет честное слово так ну что ж предлагаю наверное рпг не я не буду проверять всеми воздушными там и способами с ракет стрелять из липучек у меня копы правда наверно будут скоро 2 3 ладно копы 4 но он горит уже видите 5 что ты будешь взрываться то нет ни хрена он держит это он все держит ребят пути горит весь уже вы видели ребят вы видели сколько я стрелял в него чтоб он у нас выжил так давно это же охренеть заодно сейчас узнаем сколько стоит его оживить да так давайте посмотрим чё по ценам 20 тысяч не хило да ладно чё мне для вас не жалко ребят короче ребят вот такая вот ситуация у нас получилось дело в том что держит он хорошо на самом деле но минус том что он сам не стреляет сам ничего не делает и конечно же ребята стекла у него прошибаемые причем очень даже так значительно поэтому решайте сами хороший транспорт или плохой пишите в комментариях купили ли бы вы его себе и вообще нравится ли вам эта штука и для чего она нужна как считаете а мы поедем поедем назад в гараж и будем смотреть что же там дальше ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите мнение всем пока увидимся